Снова возвращаемся в Брокенсворд, дорогие друзья. Так что продолжим и приступим. Приятного просмотра. Так. Голыми руками люк не открывался. Эй! Эй, ты! Что ты делаешь? Оставь эту крышку в покое! Слышь! Простите, я не хотел сделать ничего плохого. Отойди от нее! Эй, ты с шариками? Да. Как вы научились жонглировать? Жонглировать? Что такое жонглировать? Это ты. Ты жонглируешь. Стало быть, ты жонглер. Нет, я эквилибрист. Эквилибрист? Что это такое? Бог мой! Эквилибрист – это артист, магистр антигравитации и арабалетных мистерий. Столетия назад эквилибристы содержались при королевских дворах Европы. Остроумные образованные люди, к которым монархи обращались в трудную минуту. Минутку? Позвольте ко мне. Наши враги у границ, чума опустошает землю и крестьяне бунтуют. Благодарение Богу у нас есть чак-эквилибрист, что пораскинет своими шарами. Мне так не кажется. Жонглирование не кажется таким уж сложным. Ах, не кажется? Не кажется? Может, хотите попробовать? Можно. Будьте моим гостем. Я не имел понятия, что делать. Но этот был, очевидно, полным идиотом. Так что вряд ли это слишком сложно. Но это было куда тяжелее, чем казалось. Впрочем, это было в моем духе. Нарываться она на смешки незнакомцев. Ну что, приятель, все не так просто? Нет, пожалуй, нет. Да. Простите, офицер. Разве вам не нужно регулировать движение и все такое? Вы видели движение у Парижа? Нет? Да? И что? Я могу регулировать движение, особенно опасное в этой части Рима. Или греться здесь на солнышке. Наслаждаться архитектурой и этим плохоньким савиньоном. Что бы вы выбрали? Но я же не полицейский. А как же чувство долга? Отличный вопрос, мси. Так. Что скажете об этом красном носе? А-а-а! Вы клоун? Я похож на клоуна? Нет. Хотя и жонглируете, как они. А быть клоуном забавно. И совсем не оскорбительно. Что вы хотите сказать? Вы когда-нибудь видели клоунов в обычной одежде? В этом что-то есть. Вы хотите сказать, что если бы я жонглировал, нацепив красный нос, то стал бы комедийным героем. Но если без носа... То имел бы патротический вид. Дэмси. Именно так. Так, ладно. Надеюсь еще увидеть вас здесь. Дэмси. И я всегда здесь. Привет. Да? Что на этот раз? Я хочу попробовать еще раз, если можно. Вы что, прошли курс поживания? Нет, но я, кажется, понял, в чем дело. Хм. Позвольте продемонстрировать. Шарики, пожалуйста. Ну, если вы настаиваете, на окончательном разгроме мсье. Прибегнем к моему секретному оружию. Ха-ха-ха. Жонглер, казалось, онемел от ярости. Его можно было спутать со статуей мимо. Без единого слова он собрал свои шарики... И ушел, кипя от злости. Эй, вы забыли один шарик, эй! Но он не слышал. Разочарованный тем, что его лишили любимого развлечения, жандарм решил, что, может быть, стоит немного понаводить порядок. Ну, да, такой понаслаждался и свалил, типа, ну, ладно. По-французски, английский и немецкий. В 1312 году папа Климент V распустил рыцарский орден тамплиеров и осудил его членов, обвиненных в ереси. В последующие три года многие рыцари были повешены на этом месте. Их великий магистр Жак де Моле был сожжен на костре на острове на середине Сены. Вот это и есть, как бы, монфасон. Вот. Так что, вот, как-то так получается. Теперь начинаем открывать люк. И идти вниз. Так, отлично. Стена осыпалась, и если что и было на ней записано, то давно стерлась. Так, а этим получится? Настало время грубого насилия. Ага, точно. Вай, она пустая. Я проделал дыру в исторической достопримечательности. Если бы поблизости были археологи, они бы меня отлинчевали за это. Внутри был спрятан какой-то механизм с рукояткой в центре. Так, это я понял. Так. Отлично. Крюк лежал посреди цепи. Пошло. Потайная дверь была зажата. Я не смог пролезть в щель. Ну, бери цепь. Я понял. А, он уже автоматически понял, да? Так, а что там есть? Оу. Я дернул дверь на себя, но она не открывалась. Так, вроде ничего тут, да? Окей. Так. Сохранимся. И будет кое-что сейчас... ...интересное. Начало будет концом. Концом, устроенным нашими врагами, начинается наша тьма. Конец будет началом. Конец наших врагов возвещает начало нового дня. Докладывайте. Армия разваливается. Конец холодной войны лишил ее определенных целей и сделал очевидной мишенью для бюджетных сокращений. Мы успешно посеяли в высших эшелонах мысли об измене. Они чувствуют, что политики бросили их на произвол судьбы. Пророчества сбываются. Пророчества сбываются. Наш час настал. Хорошо. Мамсель. Правительство уделяет корпорациям больше внимания, чем собственным гражданам. Нарастает подспудный ропот недовольства и диссидентства. Корпорации становятся слишком большими и сложными для управления собственными служащими. По всему миру разрастается слепая вера в рыночные силы. Сеньорес. Пророчества сбываются. Наш час настал. Сфера широких масс, тех, кто им управляет, никогда не была так низка. Мы внушили идеи мгновенного действия взамен планирования во всех основных правительствах. Они принимают поспешные решения, которые нельзя не довести ни до конца, ни отменить, не попадая в глупое положение. Пророчества сбываются. Наш час настал. Отлично. Усталое старое правительство умирает мельно смертью от собственной некомпетентности и наших манипуляций. Профессор, где сломанный меч? Как мы уже обсуждали, с потерей манускрипта наши поиски, как следствие, пробуксовывают. И как мы обсуждали тогда же, вам выделили неумеренно возросший бюджет. Куда вы деваете наши деньги, профессор? Мы разрабатываем версию, что тамплиеры. То есть наши, так сказать, предшественники. Продолжайте. Так что же с тамплиерами? Должны были оставить следы, когда прикрятывали меч Бахомета. У меня небольшая группа историков и археологов, отыскавших концы. Надеюсь, эти ваши историки и археологи заслуживают большего доверия, чем ваш приятель Пигрэм. Пигрэм был лоялен. Он пытался обезопасить локмарский камень, когда появился Хашашин. И ничего не вышло. И не называйте этого сирийского маньяка Хашашином. Он ассасин, просто убийца. Он не верит во все это. Он думает молчать. Ничто надо напоминать вам о нашем священном долге. Доверие. Когда Филипп попытался уничтожить Орден, мы потеряли меч. Оснимай нашу силу. Теперь у нас есть возможность перековать его. Но времени мало. Нужны результаты. Они пустые прерывания. И предлоги. Теперь вы профессор. Бафомет? Да, конечно. Мои извинения. Мы найдем Бафомета имидж с манускриптом или без него. Мы нашли еще один элемент. Прямо здесь, в Паризе. Отлично. Что это? Хм... Мы еще не вполне уверены. Но над этим работают мои лучшие люди. Критиковать других всегда легче, Экланд. По крайней мере, я не прикончил никого из наших. Конечно. Этот тип в госпитале был уже доктором. Марке был лоялен. Экланд действовал по моим указаниям. Прошу прощения, великий магистр. Я не имел в виду... У вас есть для нас приятные новости, профессор? Мы знаем уже три элемента. Мы знаем, что Клаузнер раздобил линзу перед тем, как исчез. Где он находился? В Сирии. Мы знаем, что он туда отправился и все. Ассасин? Боюсь, что так. А жаль. Он был хорошим оперативником. Это наша последняя личная встреча. До того, как будет найден меч Бафомета. Надеюсь, мне не надо напоминать, насколько это важно. Без него все наши старания напрасны. С перекованным мечом мы сможем сломить любое сопротивление. Во время следующей нашей встречи мы будем князьями этого мира. Да, вот такие дела, ребята. Интересные. Так. Казалось, вода журчала в какой-то подземной реке. Проход слишком глубок, чтобы относиться к катакомбам. Вот такое было собрание интересное у тамплиеров. Так. В центре круга был каменный пьедестал. Луч дневного света проникал сверху и касался его. На полу был вычерчен широкий круг, в центре которого стоял каменный столбик. По краям круга виднелись буквы, вырезанные в камне. На периферии круга была печать тамплиеров и две латинские фразы. Non omnis moriam e clarior et enebris. Весь я не умру, свет из тьмы. Отлично. Ножки треножника точно подошли к ямкам на пьедестале. Свет, падающий сверху, преломлялся в камне и разделялся на пять тонких лучей. And each ray picked out a letter. Starting from the left, I could read... M-A-R-I-B Marib Оставалась самая малость. Выясни, что бы это значило. Нико, я видел их. Кого? Тамплиеров. Я подсмотрел их встречу в катакомбах. Ты видел рыцарей храм? Я видел целую компанию людей, разряженных понтемплиеров. Они ищут какой-то меч Бафомета. Там был же доктор, который убил Марке. Манускрипт — это ключ, как мы и думали. Он указывает путь к сломанному мечу, где бы он ни был. А как во всем этом замешан ассасин? Он намерен остановить их. Эти неотемплиеры — люди, занимающие влиятельные позиции. Понимаешь? Плантарт был одним из них. Ассасин убил его из-за манускрипта, чтобы помешать поискам меча. Но теперь манускрипт в наших руках. Да. Как же они собираются найти меч? Не знаю. Они говорили что-то о Линдзе, человеке по имени Клаузнер, который поехал в Сирию. Но, похоже, не понимали значения самого места своей встречи. Понимаешь, когда они ушли, я обнаружил каменный пьедестал и надпись, вырезанную в камне. Я поставил камень на треножник, прямо под луч света. Камень расщепил луч и высветил буквы. МАРИБ. МАРИБ — это деревня в Сирии. Тогда неотемплиеры нас опередили. Меня привел туда Клаузнер. И не думай ехать туда сам. Почему бы и нет? Эти тебе безумны и опасны. Мне кажется, лучше оставить камень здесь. Окей. Что с треножником? Пошли его обратно, Андре. Анонимно. Так, хорошо, мы это узнали. Поэтому нам больше ничего не остается у нее спрашивать. А, можно клонский нос просто показать? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ забавно забавно ладно стоит мне поехать мари как думаешь до серии далеко джордж далеко далеко вот да ну да марит а вот и марит здравствуйте вы не могли бы мне помочь конечно сынок всегда найдется время для молодого американца я хендерсон дюан хендерсон рад встрече с вами господин хендерсон эй парень я не в офисе зови меня дюан окей дюан меня зовут джордж собор ты не подскажешь как с этим место может быть связано изображение быка странный вопрос джордж нет я думаю что никак я видел старую картину женщины благородство что-то вроде этого она смотрелась в зеркало но в зеркале был человек с тремя лицами что ты об этом думаешь я думал что ты должен быть на процедурах ты далеко от дома дюан я могу сказать о тебе тоже самое джордж я я простой турист и это все а как насчет фотоаппарата ты шатаешься вокруг и не делаешь снимков не возражаете джордж если я вас фотографирую что почему о вы могли бы меня предупредить вы не возражаете ведь правда джордж народ будет заинтересован в том чтобы попасть домой где ваша жена дюан о да она где-то рядом в поисках удачной покупки как долго вы женаты дюан боже уже по тридцать лет чем вы конкретно занимаетесь дюан разве я тебя не говорил оп-ля мы обосновались в кливленде штат охайо пирл пишет для них стихи попроси ее что-нибудь прочитать ты не возражаешь если я задам тебе необычный вопрос окей но я могу на него не отвечать ты знаешь что нибудь о тамплиерах рыцари и тамплиеры ага ничего совсем ничего ну это рыцарский обряд то что я знаю и говорю это две разные вещи парень не зная этого я бы не продержался в деле в деле конечно производство поздравительных открыток о господи тебе говорит о чем-то образ рыцаря держащего стеклянный шар боже нет зачем рыцарю этот кусок стекла я не знаю а в чем про что-то не так парень это не стеклянный шар я в уме совместил все эти вещи о чем говорили заговорщики когда упоминали странные свойства манускрипта это линза окей еще увидимся дуан можешь на это рассчитывать джордж эй я просто хотел узнать не поможете ли вы мне ого привет красавчик я могу тебе помочь привет меня зовут джордж я просто я конечно же рада нашей встречи джордж я просто меня зовут миссис эндерсон меня просто окей я хотел как приятно встретить приветливого американца вдали от дома да дорогой я просто хотел спросить не поможете ли вы мне ну конечно же с удовольствием вы знаете что-нибудь о средневековых ткачах я умею орудовать иголкой блин и я не знаю да нет все нормально я разговаривал с вашим мужем джуан да он рассказывал мне что занимается производством поздравительных открыток а вы сочиняете к ним стихи о да самом деле я считаю себя семейным искусствоведом скажи мне джордж не хотите ли послушать одно из моих произведений да с удовольствием окей дорогой к этому времени наши симпатии когда ваше сердце страдает мне нравится шикарно не правда ли печаль живет в нем вечно когда шаузера укусит змея ах это меня так трогает как вы думаете джордж очень экстраординарно не правда ли вы так думаете мы продадим в большом количестве дорогой вы когда-нибудь слышали о рыцарях которые называли себя тамплиерами что-то знакомое вспомнила у дюана была такая книга святое что-то со святым чем и я точно не припомню и я прочла немного и что похоже на какую-то ерунду расскажите мне про себя фэрл я джентльмены всегда очень любопытны мы с мужем занимаемся производством поздравительных открыток в маленьком городке акрон штат агайя акрон маленький симпатичный городок вы сказали что ваша компания находится в акроне а дюан сказал что в кливленде без сомнений ну да дюан был на маринских островах во вьетнаме вы не в курсе но все-таки у него есть выписка из медицинской карточки дело в том что он стесняется мы переехали из кливленда пять лет назад о мне жаль я этого не хотел сказать кроме того у него паранойя представляет себя шпионом мне так жаль перу не стоит беспокоиться джордж мы живем с этим так ну вроде бы все у него спросили нужно идти перу не было бы приятно джордж перестань строить из себя чудака так вроде остался пацан эй парниша говоришь на английском спикаю да англазайзи парлевос англаис да си и на самом деле уи и намного лучше вас на первый взгляд меня зовут неджо добро пожаловать в мой универмаг качественных товаров так это твой прилавок о да сэр хотя по справедливости это нельзя назвать прилавком это лучший торговый центр в этой суетливой столице ты называешь это место суетливой столицы нет не сомневаетесь нет что ты знаешь об этой парочке о они американцы это все этот парниша немного странный да и дамочка тоже это смешно но у меня такое впечатление что она намного умнее чем старается казаться сколько стоят те книги там на полке у вас есть сирийские фунты я думаю у меня найдется пару ирландских фунтов тогда эти книги слишком дорогие для вас сэр тебе говорит о чем то слово тамплиер 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 о да конечно в самом деле да замечательный сборник книг Лесли Чартерис главной роли мерзкий господин Симон тамплиер отлично это мне здорово поможет что нибудь еще телевизионная программа САНТ с Роджером Муром в конкурсе бровей человек с палкой и нимбом офигеть итак слово тамплиер ассоциируется у тебя с Роджером Муром я просто смотрю это из за человека с палкой и нимбом он прикольный чувак значит слово тамплиер не вызывает у тебя других ассоциаций ну это был отряд рыцарей которых предали инквизиции в 1312 году не так кажется понятно а что ты еще знаешь а как вы думаете сколько может быть информации на карточке игры счастливый случай чего это из раздела средние века у нас она продавалась несколько лет назад лучше спросите меня что такое фютер ну давайте я в этих вещах разбираюсь сейчас не об этом окей забудь на минутку про тамплиеров что ты знаешь о рыцарях такие как крестоносцы они пришли с востока чтобы выполнить свое страшное и безумное задание они жертвовали тысячами жизни включая свои собственные для удовлетворения своей безумной гордыни меня поражает как они могут считать это романтичным ты хорошо говоришь по-английски спасибо сэр я учился по кассетам которые доставлял мой отец ооо курсы английского нет сэр джисис и вустер гусси финг нотл тетушка агатта что хо что ты об этом думаешь эй ооо сэр какая замечательная игрушка когда нибудь когда я буду богатым я соберу лучшую в мире коллекцию цветных шариков ты серьезно это будет очень круто люди будут приезжать издалека чтобы увидеть мою да коллекцию рокфеллер и гитис умели ценить прекрасные но ответь мне в чем же прелесть пикассо я вас спрашиваю если у вас нет его произведений на стене я буду придерживаться собственного мнения так ну все вроде бы тоже с пацаном поговорили сэр хе 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 да забавно и обратно пофигачил так так мангал с шашлыком выманивал из-под навеса как подразделению маркетинга ему чего-то не хватало в безветренную погоду запах распространялся так же как и вонь здрасьте как вас зовут сэр привет привет ты купить шашлык очень хорошо ну счастливо приятно провести день очень хорошо хе 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 так маруба здравствуйте сэр что вы об этом думаете прекрасный каври да не то показал вам говорит о чем то этот спичечный коробок ах дай мне дай мне аламут хе 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 много чудесных приветствий, мой лучший друг хмммм мы с вами знакомы, мистер? нет, нет и я опять скажу нет но мой друг ты не видишь взаимной выгоды от этой встречи? насколько мне быть с вами откровенным вы путешественник, да? парень, да ты наверное лучший детектив в мире нет, я же сказал что я сэрлок холмс я на голову выше этого валенка я лучший в мире водитель сикарного такси я понимаю к чему вы клоните меня зовут Утар водитель такси и сикарный гид да я как раз это хотел услышать куда прикажете ехать? просто скажите место вашему покорному слуге и мы полетим как птицы ну, я не планирую пока покидать Мариф но когда возникнет такая необходимость вы будете первым кто об этом узнает отлично когда узнаете куда вам надо приходите к Ултару спасибо, еще увидимся Ултар пусть этот день принесет вам много знаний и счастья, мой друг так сюда сходим узнаем черт дверь закрыта что? он говорит вы не ходите в туалет читай записку Матей Матей? кто-то упустил в переводе пялясь и щурясь я понял что не могу разобрать ни слова хм ладно привет, а у вас неплохой клуб я вот думаю, может вы мне поможете что? я хотел сказать что случилось извините, я не понимаю неудивительно все хорошо он извинился но он не говорит по-английски мгм, но он ведь ничего не сказал у него нет языка нет языка? а что случилось? его отрезали он проиграл он выиграл ты все других парней не видел о да о да привет снова Ультер спасибо Аллаху что он опять послал Вас ко мне так не могли бы могли бы мне подсказать, что значит эти символы? здесь говориться дверь будет закрыта до тех пор пока не принесся сюда стетку Менеджер купил новую прекрасную туалетную стетку оставил ее на десять минут Вернитесь, ее украли! Украли! Даже не успел развернуть упаковку. Он на этом поехал. Запер туалет и сказал, никто не будет пользоваться этим туалетом до тех пор, пока не вернут стетку. Мы спросили, а что нам делать сейчас, а? Он сказал, скрестите ноги и используйте силу воли. Вы так и делали? Нет, ултор пользуется ведром. Лол. Так. Вы не встречали этого человека раньше? Да, точно, это было вчера. Здесь? Вчера? О боже, он уже близко. Да, он тоже задавал много вопросов, как и вы. О чем он вас спрашивал? Он спрашивал про американца по имени Стоби. Стобарт? Да, Стобарт. Вы знаете его? Убийца узнал мое имя. О чем он еще спрашивал? Он спрашивал про немца по имени Клобнер. Я попытался запомнить имя этого человека, который рассекретился в Сирии. Его имя было Клаузнер. Точно, о нем говорил Ултор, Клаузнер. Этот человек с фотографией, Клаузнер, он хотел поехать на холм Голова Быка. Подождите, куда он хотел поехать? Голова Быка, большой холм, в десяти милях от города, может в шести десяти. Когда это было? О-о-о, наверное, с неделю. Так. Что вы знаете о продавце шашлыками? Ничтосный человек. Утор говорить. Расслабься, приятель. Будь попросте. А он ему. Заткнись, Утор. Любопытно. Вовсе нет. Его лицо производит впечатление дождя в понедельник. Как бы то ни было. Такой у него характер. Ултор, что вы мне можете рассказать про холм Голова Быка? Это потрясающе. Зивописные виды. Туда стоит съездить. Как туда добраться? Сейчас подумаю. Вам нужен отличный гид, который бы отвез вас на такси с кондиционером? Ну да. А где бы мне найти такого? И Ултор, это отличный гид. Хорошо образован, всесторонне развит. Как мне повезло. Не желаете ли воспользоваться моими сикарными услугами? Окей, хорошо. Поехали. Вперва покончим с формальностями. Поездка до головы Быка. Ммм... Пятьдесят долларов Янков. Пожалуйста. Пятьдесят баксов? У меня их нет. О, несчастье. Ултор сожалеет, но не может отвезти вас. Подожди, Ултор. Может, сделаем бартер? Мой любимый друг. Моей машине нужно горюцие, а глусителю доктор по глусителям. Торговаться за это невозможно. Мое сердце страдает от несправедливости. Бакси, молния. О, американский удачник. Да уж. Вы видели эту американскую парочку? Видел ли их Ултор? Видел ли ли их Ултор? Да, Ултор их видел. И? Они очень жадные. Ултор предлагал им показать окрестности. Они спросили, есть ли там что-нибудь странное. Ултор сказал, конечно, природа. Они спросили, а что-нибудь сделанное руками человека? И Ултор сказал, вы видели мое такси? Оно старее, чем Озиминдиас. Ха-ха-ха-ха-ха. Но они ушли. Что вы думаете об этом парне на рынке? Его зовут Неджо. Неджо? А, сын Аюба. Да он уже вырос из сандалей. Я прекрасно говорю по-английски. А он смеется. Говорит, Ултор, ну ты козел. Ты пропускаешь инфинитиви. А я говорю, да я тебе голову оторвать. Если будешь так говорить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Очень смешно, да? Эй, весельчак, ты же должен быть на телефоне. А лол. В ваш клуб не так-то просто попасть. О да, это очень хорошо. Мое отсленство не больше, чем... Ммм... Добрый сэр, как вы думаете, сколько людей живет в этой деревне? Ну, я не знаю. Пару тысяч? Тогда и цленов клуба тоже пару тысяч. Забавно. Вы знаете что-нибудь про тамплиеров? Конец, но... Неужели? Не могли бы вы рассказать мне? Классный, женская группа, которая играла на ударниках 60-х. О нет, это не совсем то. Кто говорит? Ватс... Ватс... Ца-ца... 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 Да, риторический вопрос. Ха-ха, забавно. Ну, еще увидимся, Ултер. Да сопутствует вам удача, мистер. Так, еще с этим поговорим. Не было особого смысла завязывать длинную беседу. В то время, когда я не говорил по-арабски, он не умел правильно употреблять времена. Ладно. Так, ну, в общем, мы на этом серию закончим. Будем искать ёршик. Найдем 50 баксов определенным способом. Так что ставьте лайки, приглашайте друзей. С вами был Денис. Всем до новых встреч. Всем удачи, ребята. Всем пока.